Привет! Я сегодня расскажу о своих покупках. И у меня появился новый уход. Это серия Hydra Hydra Life от Dior. Мне дали сэмплы, я их попробовала. Это была сыворотка и крем. Они мне очень понравились. Решила, что я куплю всю линейку для того, чтобы не комбинировать с другими средствами. Мне так удобнее. Я предпочитаю брать все из одной линии. И сначала у меня была покупка крема для глаз, потому что у меня мой закончился. В принципе, с него и началось мое знакомство. Потом уже мне дали сэмплы с кремом и сывороткой. И первая покупка была крем для глаз. Вот так выглядит коробочка и вот так выглядит крем. С ним идет лопаточка, которой неудобно набирать продукт. Для меня важно, чтобы была в комплекте лопатка и чтобы она набирала нужную порцию средства. Мне понравился крем. Я хотела что-то легкое, не жирное. До этого у меня были кремы жирные для глаз, питательные. Я хотела увлажняющее, легкое на день, на вечер. Хорошее увлажнение, менее заметные круги под глазами. У него есть такое свойство, если нанести его слишком много, начинает кожа как будто склеиваться. То есть вот эти складочки у меня под глазами не начинают склеиваться, если я наношу средства очень много. С ним нужно быть аккуратной. Так он мне очень нравится за свое увлажнение. И затем я уже купила полный уход от Dior. Начну я с умывания. Умывание вот так выглядит. Я думала, что это пенка, но это оказался гель. Сначала я расстроилась, но потом мне этот гель понравился. Он очень-очень нежный, так легко мылится, так легко смывается. Для меня это очень важно, потому что я боюсь, что я какое-то средство, которое мылится, не смою. Это касается как средств для лица, так и для рук, вообще всего. Поэтому мне понравилось то, что он и быстро мылится, и быстро смывается. Он очень нежный этот гель. Такая нежная пенка, прям удовольствие пользоваться. И когда смываешь, кожа как будто натянута, блестит и приобретает ровный оттенок. Запах тоже очень приятный. В общем, я в восторге от этого умывания. Я думала, что ничего особенного не стоит ожидать, но мне очень-очень понравилось. Вот такой вот тоник. Тоник из серии увлажнения. Он увлажняющий, но есть еще двоечка. Там идет сильно такое, тотальное увлажнение. Очень приятный аромат. Тонизирует прекрасно кожу. Насчет увлажнения не совсем уверена, потому что все-таки это единичка. Я думаю, что это такая легкая версия, которая не дает достаточного увлажнения, как, например, если с версии номер 2. Первое впечатление, он мне очень понравился. Такая подготовка к нанесению крема. Сразу после того, как я его нанесла, я наношу сыворотку и затем уже крем. Вот такая сыворотка. Мне понравилась сыворотка в сэмпле. Обычно мне сыворотки не нравятся, но это мне очень понравилось. И я ее наношу даже в большем количестве, чем сам крем. Я выдавливаю две капельки, наношу, разношу по всему лицу. И мне нравится, как она увлажняет. Она действительно очень быстро дает увлажняющий эффект. Кожа выглядит такой здоровой. Чуть-чуть приобретает матовость, сужает немного поры. Есть такой легкий эффект отбеливания, потому что, когда я смотрю на себя в зеркало после нанесения этой сыворотки, я отчетливо вижу черные точки свои. Но я вижу, что поры затянуты. Мне очень понравилась эта сыворотка. Вот ее я с удовольствием использую. Она мне больше даже нравится, чем крем. По моим наблюдениям, у нее расход большой. Я использовала все эти средства где-то неделю, и она быстрее всех заканчивается. Но она мне больше всех понравилась. Я не жалею, наношу две, иногда даже три капли. Очень мне нравится эффект от нее. И крем для лица. Вот так он выглядит. Большая баночка, такая стеклянная. Мне очень нравится, когда банки так выглядят. Есть разные версии этого крема, увлажнения. Это у меня просто крем Сорбе. У него очень легкая текстура. При этом он прекрасно увлажняет. Мне нравится, как выглядит моя кожа. У меня она стала более однородного оттенка. Хорошо она всегда увлажнена, и при этом я не чувствую жирности. Эти средства настолько быстро впитываются. Просто кожа их всасывает в себя. Единственное, что я сказала, если наносить крем для глаз и с ним переборщить, будет такой эффект склеивания века. Но мне все равно нравится и крем для глаз, и вся остальная линейка, все остальные средства. И аромат, очень приятный запах. Пока я говорю, вот свои первые впечатления, потому что все-таки это видео о покупках. Дальше я посмотрю, как себя ведет то или иное средство, и могу уже сделать видео об уходе, потому что, думаю, пустые баночки будут еще не скоро с этими средствами. Но пока я в восторге, мне нравится увлажнение, мне нравится то, как выглядит моя кожа. Такой здоровый вид, сияние, жирный блеск не так быстро появляется. Поры немного, но сужены все равно. Меня это радует. И мне нравится, как ложится тональная основа. Вот тональная основа одна у меня есть, которая капризная, она не всегда ложится на какой-то уход, а с этим уходом идеальная. Мне даже иногда не хочется носить тональное средство, потому что мне нравится, как выглядит моя кожа. Не знаю, как себя будут вести все эти средства дальше, но пока я в восторге. Мне нравится текстура, мне нравится аромат, мне нравится то, как влияет эта линейка на мою кожу. Я осталась очень довольна. И также я купила дополнительный уход. Это маска, которую наносишь на 5-10 минут, и затем смываешь, или остатки можно просто убрать. Мне эта маска тоже понравилась, но нет от нее такого вау-эффекта. Она дает такое легкое увлажнение, никакого супер увлажнения вы не получите. Когда ее наносишь, сначала она покалывает, такое ощущение покалывания, затем уже холодка. Ты чувствуешь какой-то холод на своем лице, приятный холодок остается на коже, больше тонизирующая. Наверное, даже я бы порекомендовала ее наносить утром. Она как-то бодрит. Очень приятная маска. Я уже, кстати, ей раза 3-4 пользовалась. Настолько она мне нравится. И вот такое средство для снятия макияжа. Это уже, конечно же, не Hydra линейка. Средство для чувствительных глаз. Для снятия макияжа с чувствительных глаз. Без масла написано. Ну, жирности я не чувствовала. Действительно отлично смывает косметику. Этим средством снимаю не только макияж с глаз. Я могу и с губ также снять макияж этим средством. Если помада стойкая, отлично смывает. В общем, я осталась довольна. И не липкая потом кожа. Не вызывать никаких прыщиков. За купок и пор, если я проведу им по щечкам. Нет. Очень приятное средство. Хорошо очищает. Мне очень понравилось. И у меня были такие... Какие-то у меня скромные были подарки. У меня крем от Dior Prestige. Такая палетка маленькая. Аромат Miss Dior Blooming Bouquet. И при покупке всех этих ходовых средств у меня был вот такой подарок. Это такая красивая косметичка. Мне она очень понравилась. Сейчас вам покажу. Конечно, я покажу вам ее поближе. Вот так она выглядит. Такая красивая косметичка. Ну что ж, это все были мои покупки из уходовой косметики от Dior. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам интересно видео об уходе, о моем новом уходе, я сделаю его чуть позже. Просто оставьте мне заявку под видео. Пишите комментарии. И на губах у меня вот такая помада Dior из рождественской коллекции. Номер 580. Знаю, что уже, скорее всего, ее нет в продаже. Есть, возможно, на eBay или на других сайтах, на Amazon. Но есть аналог этой помаде. Как мне писала подписчица в комментариях, и я об этом аналоге говорила. Это Chanel Allure Velvet номер 34. Очень-очень похожие помады. Просто вот эта мне больше нравится по текстуре. Она не сушит губы. Эта помада сушит губы, но цвет такой же прекрасный. Все, надеюсь, вам понравилось видео. Хорошего дня. Пока.